Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте! Поговорим о Лёле Быковой. Ну что ж, ребята, всё с корабля на бал. Недолго музыка играла, недолго фанаты расслаблялись, Лёля вышла доить паству. А то кошельки наличка оттягивает, надо всё почистить и облегчить. Это только, да, ребята, вот обычные люди при болезни хотят отлежаться как-то в тишине, в покое, чтобы их никто не видел, никто не трогал, никто не мешал, да, вот как-то побыть в себе. Ну и плюс, конечно, какой-то дополнительный отдых. Но публичные люди болеют по-другому, публично, чтобы все видели, слышали и знали. Но для таких, как Лёля, это ещё и повод заработать на жалости. Вы знаете, ребята, вот в этом и парадокс, как каждая из нас женщин болеет. Через силу, через не могу, если надо, встаёт и делает. Лёля же здесь, это совершенно другой случай. Она выгорает и, я не знаю, пустошается, там изнашивается, в общем, как хотите, называйте, постоянно и регулярно. И хотя каждый раз она утверждает, что делает это крайне редко, но мы-то видим, какая регулярность её вот этих выгораний, жалоб, да, истинаний о том, как в очередной раз она устала, не может, встаёт и делает через силу. И опять-таки, так умеет только Лёля. И вы знаете, весь парадокс в том, вот как-то странно это выглядит, днём применила кучу фильтров на телефоне, и такая вот реально никакая. Одеяло, я не знаю, на подбородок натянуто, всё, она целыми днями отлёживалась. Вечером цветёт и пахнет. И вот здесь у меня возникает вопрос. Лёля, а с кем сейчас вот якобы болеющие дети? Ведь как она, да, написала в своём сообществе, мы все болеем и находимся под присмотром врача. Ребят, вы знаете, для меня это выглядело как-то кощунственно. Это настолько выглядело мерзко, как-то подло и пошло, когда мать, её нельзя даже назвать матерью, это реальная кукушка, которая посмела, да, вот так вот конкретизировать, обобщить, вернее, а не конкретизировать, кто у неё в семье заболел. Как можно было, да, наговорить на своих детей? Вот я сижу и думаю, да, вот мать-кукушка валяется в кровати, натянутые одеяло у неё, вся такая страдалица-страдалица. И меня всё время вот гложил вопрос, да, с кем дети, кто с ними справляется, ведь им сейчас, как никогда, нужна забота и внимание мамочки. И думаю, да, вот кто с ними находится, мне было их искренне жаль. Лёша на покатушках, на коньках, в кафешках тусит, Быкова валяется, близняшки больны, Сергей Петрович с коровами, а с кем дети? То есть, получается, предоставлены были сами себе. Но Лёля действительно ответила на этот вопрос. Оказывается, дети-то и не болели. Ребята, вот вы вдумайтесь, повесить, да, в сообщество такой пост, рассказать о том, что помолитесь за нас, поддержите нас. Но это надо быть просто кончено. Для меня она какая-то вот теперь просто презренная. Вот действительно вызывает одно презрение, отвращение, да какая-то гнусность. Но хомяки в этом не увидели никакого подвоха. А для чего был этот пост? Конечно же, для того, чтобы ещё больше разжалобить, да, вот этих сердобольных людей, о том, что болеет не только Лёля, но и её детки. Ребята, вдумайтесь, какая это гнусность, какая это мерзость, какая это гадость. И вот какой дрянью нужно быть, чтобы вот таким подобным способом привлекать внимание к своему каналу. Ну, напиши ты, как есть, болею я и болеют близняхи. Всё, и разговор будет закрыт. Но нет, Лёле нужно было конкретно отметить все, для того, чтобы ещё больше было сопереживающих, сочувствующих и, конечно, пополняющих её казну. Ребята, это ужас. Это действительно трагедия. Потому что ни одна никогда мать не будет наговаривать на своего ребёнка. Что бы ни случилось, но никто, вот по крайней мере из тех людей, кого я знаю, кто действительно человек, не сможет сказать на своего здорового ребёнка, что он болен. И какая бы ему не нужна была реклама, как бы ему не нужно было притянуть к себе внимание. Но, простите, самое дорогое и ценное, что у нас в жизни есть, это наши семьи, а тем более наши дети. И прибегнуть к такому дешёвому и мерзкому трюку может действительно только Лёля во главе с Машей Козлодоевой. Вот только их извращённый и больной ум на это был способен. И то я думаю, что это больной ум придумал Маше. А Лёля, потому что, да, ну дебильная, ну вот глупая женщина, да, какая-то вот, ну дебильная, могла на это повестись и наговорить на своих детей. Но Козлодоева это пофиг, она не на своих наговорила, а на Лёляных. А Быкова подошла с позиции, на войне все методы хороши. Главное выдурить побольше денег. И от этого, ребята, становится ещё противнее. И Лёля с каждым разом всё больше и больше пробивает, конечно же, очередное дно. Вы знаете, здесь мне хочется сказать, хомяки, вы главное побольше кидайте. Вы творите чудо. Ваши, да, рублики просто воскрешают и окрыляют Лёлю на глазах. Посмотрите, как Лёлю подлечили. Вот реально, ребята, как птичка припорхала на стрим и отмонтулила его от начала и до конца. И опять-таки, ребята, да, вот называется чудотворный, чудотворящий какой-то донат. По-другому никак это невозможно охарактеризовать. И та, которая, да, якобы без сил валяющаяся, там никакая, два часа от звонка до звонка тютелька в тютельку отпахала. И ещё как, на одном дыхании. Ребята, просто кто не выходил в стрим и не знает, что это такое. Но на самом деле стрим — это тяжело в каком плане, да? Поступают тысячи вопросов. И тебе нужно на них ответить. Мало того, да, то есть это два часа напряжённой работы мозга, потому что ты думаешь, да, что ответить, кому ответить, как это всё преподнести. И, конечно, плюс ты ещё понимаешь, да, сколько людей в этот момент на тебя смотрят. То есть серьёзно, стрим — это, ну, я не могу назвать тяжёлая работа, но, скажем так, изматывающая, выматывающая. Ну, а в случае с Лёлей даже болезнь её не подкосила. Донаты компенсировали все её потуги, усилия, то есть, ну, всё прошло бенч. Вы знаете, ребята, в этот момент мне это напомнило, да, вот шайку шарлатанов, которые умели, да, на глазах за деньги, чтобы пустить пыль в глаза толпе, да, делать вот эти воскрешения, исцеления, там, я не знаю, лежачий вставал, слепой зрячим становился и тому подобное. Вот та же самая схема мне напомнила чётко Лёлин стрим, по той же самой накатанной. То есть вся такая вообще никакая, а только рубль карман пригрел, да, посыпался этот рубль, и всё. Лёля, как ни в чём не бывало, пхнёт вообще на опережение. Ребята, когда человек болеет, он физически не вытянет тягла, да, вот эти два часа находиться в стриме. И опять-таки многодетная мама, которая столько дней валялась и не оконтактировала, не общалась со своими детьми, не уделяла им время, а Лёля утверждает, что она именно валялась, согласитесь, не будет тратить два часа на чужих людей. Она эти два часа проведёт со своими детками, приголубит, приласкает, почитает книжечки, да, поинтересуется, как они вообще это время провели без неё. Здесь же опять Лёля утверждает, как она на лайте, да, на лайтовом вот этом режиме они сейчас питаются. Отварная курочка с макаронами, либо макароны с яйцом, либо молочная каша. И вот согласитесь, у мамы многодетной хватило сил и времени два часа, два часа быть конкретно 16 минут, потратить на чужих людей, вместо того, чтобы за эти два часа, 16 минут, потратить все свои вот эти вот собравшиеся ресурсы, для того, чтобы детям приготовить как минимум вкусный ужин. И как минимум уже сделать заготовки на вкусный завтрак. Тем более, как отметила сама Лёля, что уже кухню всё-таки вернули, да, на своё как бы исходное место. То есть кухня уже стала в доме опять-таки кухней. И вот здесь, ребята, для меня это очередная загадка. То есть согласитесь, потратить на чужих людей, неизвестных, непонятных, вместо того, чтобы не потратить эти два часа на своих кровиночек, либо на приготовление вкусной еды. Ведь как любая мамочка, да, я не знаю, выкладывается на 100% для того, чтобы максимально вкусненько накормить своих детей. Но это не Лёлин случай. Нафиг ей эти дети, когда она может выйти в стрим и стричь лохов. Не нужны ей дети. Дети – это очередная ширма, это просто повод для вот этих побирательств, да, и бесконечной лжи. А лжи действительно постоянно у неё очень много. И что самое интересное, она говорит и потом сама забывает, что она ранее рассказывала, потому что лжёт. И потом, конечно же, начинает изворачиваться, выворачиваться наизнанку, чтобы как-то помягче, да, съехать с этой темы. И вот действительно, ребята, да, как-то мерзко, грустно и печально. А хомяки этого даже не замечают, что женщина-мать забила на детей, а вышла к ним в стрим. Для меня это вот очередной, да, показатель Лёлиного нутра. Показатель того, что действительно для неё по жизни ценно и приоритетно. Это, конечно же, деньги. И где там дети, где там близкие и родные люди, когда у Лёли на горизонте маячит бабло. Опять-таки Лёлечка, ребята, рассказала всем, как она была приятно удивлена, ей было очень приятно, что за неё переживают, даже деньги пересылают. И вот здесь я хочу сказать, Лёля, у тебя прям как налаженный бизнес, да, деньги без твоего участия. То есть я хочу сказать даже по-другому, да, для меня это выглядит своего рода пассивным доходом. Кто читал спецлитературу, да, определённые книги, они понимают, о чём идёт речь. То есть это деньги без твоего участия. Вот ты сидишь, я не знаю, дома, смотришь киношечку, читаешь книжку, а деньги падают в твой карман. Вот то же самое и у Лёли. Пофиг, болеет, не болеет. Хомяки считают своим долгом прислать ей бабла. То есть она уже создала и воспитала, скажем так, эту толпу так, что они чувствуют зависимость, какое-то обязательство, необходимость скинуть ей денег. И заметьте, пофиг, есть она, нет. Но вот положено отдать 100 рублей, значит, я в любом случае их отдам. Положено мне с меня 200, значит, с меня 200. Ребята, это настолько, фу, мерзко, это настолько как-то тупо. Я вот смотрю и думаю, действительно, у людей больная кукуха. То есть тот момент, когда Лёля просто, да, рассказывает какие-то басни Крылова, потому что ей это просто выгодно, да, рассказать очередную грусть и печальку. Люди в этот момент действительно больны. Сколько людей болеют короной, сколько детей болеют. Но там почему-то никто не считает, да, своим каким-то долгом, я не знаю, но пополнить, например, счет больницы, да, на 100 рублей, нафиг оно им надо. У них есть Лёля. Там пополнять не переполнять, потому что аппетитов очень много, а хотелок еще больше. И вот что хочется отметить следующее. Ребята, представьте вот на секунду, как бы ей реально приходилось впахивать, если бы не было Ютуба и не было донатов. Вот представим реальная жизнь. У тебя на руках 10 детей, которых нужно обеспечивать. Ты человек, который не привык пахать, который не умеет пахать. То есть ты умеешь пахать исключительно на камеру, а по жизни ты, да, ни к чему не приспособлена и никак к этой жизни не подготовлена. Ты не умеешь работать, не умеешь зарабатывать, не умеешь обеспечивать свою семью. Все, что Лёля умеет, это пилить видосы и, конечно, разводить лохов на деньги. Вот это все ее максимальное достижение по жизни. И вот представим, ребята, как бы в реальной жизни Лёля заработала? Никак. То есть у нее даже сейчас, если возникают вопросы, да, как бы вы жили без донатов, Лёля, если закроют Ютуб, Лёля сразу говорит, я бы перешла на другую социальную сеть. И в этом вся Лёля. То есть она не рассматривает свой доход в реальности, потому что она понимает, что она ноль. Она ничего не сможет. Она может только конкретно, да, работать по указке Маши Козлодоевой. Вот так говорит Лёля, делай вот так. И Быкова быстренько все исполняет. Она, скажем так, просто очень исполнительный, прилежный ученик. Вот она выполняет домашние задания и не более того. И вот очень я тащусь с этих моментов, когда она рассказывает, я иногда себя довожу до изнеможения. Во-первых, Лёля, у тебя это не иногда, а регулярно. И кто смотрит ее канал, прекрасно понимает, о чем речь. Лёля регулярно доводит себя до изнеможения. Но каждый раз говорит вот эту фразу «иногда». И, вы знаете, ребята, вот смотрю и все время хочется спросить, Лёля, от чего ты себя доводишь? От чего твое изнеможение? Ну, хотя бы по полочкам разложи. Ведь все, да, люди, которые у нее были, да, вот, скажем так, так называемые «волонтеры» в кавычках, вы знаете, что с одной из этих женщин я общалась. И она четко говорила, что Быкова полноценно отдыхает, Быкова полноценно высыпается. Поэтому, ну, в чем она доводит себя до изнеможения, не представляю. Ну, разве что, конечно, сочинить одну очередную хотелку для лохов, озадачить их, на что опять будет идти сбор. Вот разве что вот это Лёля выматывает и доводит до изнеможения. А так, ребята, ну, объективно никаких причин нет. Но я вам хочу сказать больше. Я, ребята, даже понимаю, кто ее аудитория зрителей. То есть, когда одна из хомячик написала, что у меня короной заболела собака, а мы с мужем здоровы, все. Ну, это вот вдумайтесь в глубину мысли. Собака болеет короной, но они с мужем здоровы. Тут, по-моему, даже комментировать больше нечего. И я думаю, что их вот таких вот, ну, 99,9%, то есть, у которых собаки болеют короной, но они с мужем здоровы. Тут даже не надо комментировать. И так это все становится понятно. И следующий момент, ребята, вот смотрю и думаю, когда человеку надоест себя жалеть. Вот я, например, такой человек, да, который не любит себя жалеть и терпеть не могу, когда меня начинают жалеть другие. Ну, для меня это как-то мерзко, противно, да, что ли. Вот надавил на жалость и начинается сочувствие. Во-первых, изначально стараюсь по жизни не допускать ситуации, да, чтобы могло как-то вот у меня выйти так, чтобы мне была необходима своя, да, или чья-то жалость ко мне. Ну, это бред бредовый, как по мне. Но Лёля этим не брезгует. Это, опять-таки, постановочный сценарий, который должен быть. Постоянная жалость. И далее, ребята, когда она начала рассказывать за каждый свой послеродовой период, и как ей тяжело было, и как она там чуть ли не по полгода восстанавливалась, мне хотелось сказать, блин, Лёля, вот после твоего рассказа я бы уже, наверное, на первом все выдохлась. Я бы уже остановилась от такой грусти и печальки, навеянной тобой. Мне бы уже детей точно не захотело. А здесь, да, вдумайтесь, человек проходит каждый раз через ад, и при этом в этот ад 10 раз обратно возвращается. Где логика? Понятно, логики нет, потому что Лёля и логика – это две несовместимые вещи. То есть, вы знаете, ребята, вообще, конечно, очень мерзко, когда вот так человек любыми способами манипулирует людьми для того, чтобы её жалели, а когда жалеют, естественно, дают денег. Но следующий момент, вот конкретной лжи, который, я не знаю, меня привёл в какой-то шок, там, где Лёля рассказала, что у них в доме очень тепло. В доме тепло, хорошо, и всё в порядке. И вот у меня возникает вопрос. То есть, Лёля ответила, что они ходят, да, в лёгкой одежде зимой босиком. То есть, люди не раз это замечали. Лёля, не ты ли недавно кричала, что отопление у вас не тянет? И есть комнаты, в которых достаточно холодно. Причём не просто, да, а достаточно холодно. Поэтому вам нужно поменять отопление. Здесь, оказывается, ребята, на этом стриме уже соловей, королёк, птичка певчая, вот так, скажем, Лёля, запела совершенно по-другому. Уже, оказывается, у неё в доме Ташкент. И вот возникает вопрос, сколько можно врать? Ведь по факту врёт и сама забывает. Потому что только недавно рассказывала, как тяжело им приходится в этом доме, как часто летит отопление, и есть комнаты, которые вообще плохо обогреваются. Ребята, ну вот согласитесь, на вот таких мелочах палится человек. И складывается о нём мнение и впечатление. И случаи с Лёлей далеко не позитивны. Ну, кроме Хомяковки, понятно, от неё фанатеют. Потому что, ну, наверное, готовы, хотят, да, быть обманутыми. Хотят, чтобы их вот так вот разводили и имели, я не знаю, во все пихательные и дыхательные. Извиняюсь за пошлость. Ну, ребята, продолжение, конечно же, следует. Посмотрела только часть. Пока прощаюсь со всеми. Пока, до новых встреч.